Независимо от того, треугольник другоугольный или же треугольник остроугольный или прямоугольный, все равно площадь треугольника, это есть половина произведения его стороны на соответствующую высоту. Хорошо, теперь давайте посмотрим, какие следствия из этого монозраспуста получены. Вот представьте себе, что у нас есть треугольный треугольник. Здесь высота А, здесь точка В, С, а здесь есть середина стороны, какая-то там точка Х. Итак, Х это середина отрезка В, С. Мы возьмем и проведем отрезок А, так называемая медиана. То есть соединим точку А с серединой стороны. Задача доказать, что площадь разделилась пополам. Хорошо. Сегодня рассказ о площадях. Надеюсь, что мы достаточно далеко зайдем, но пока что мы не зашли очень далеко. Пока что я напомню форму, почему равна площадь треугольника. Площадь другого треугольника – это половина преизведения основания на высоту, которая опущена на это основание, да? Причем я доказал это и для случая, когда высота попадает на само основание, и для случая, когда высота падает на продолжение основания. А сейчас задача – доказать, что медиана делит треугольник на две части одинаковых площадей. Вот то, что вы сейчас увидите. Да, пожалуйста. А, 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 а? Секунду. Во-первых, когда у нас написано буквы, это вовсе не значит, что мы перемножаем тему. Секунду, секунду, секунду. Когда написано А, Б, С в квадратных стопках, это не есть произведение чисел А, Б, С. Это площадь треугольника, вершины которого помечены этими буквами. Ой, а давайте вместе с вами. Несколько недель назад встретился с девочкой из культурного класса. Между прочим, это очень даже длинная девочка. Вполне себе симпатичное, замечательное, показано нескуждающее. Вот, и этой девочке попалась такая задача. Есть треугольник А, Б, С. В нем проведены отрезки. Вот так, вот так, и через точку пересечения. Получились какие-то точки. З, Х и И. И ее попросили доказать, это довольно трудно, так называемую теорию учебы. Что если возьмешь отрезок А, Z, разделишь на отрезок B, Z, умножишь на отрезок B, X, разделишь на длину отрезка X, C, умножишь на C, X и разделишь на Y, K. Понимаете, да? Этот делить на этот, умножить на этот делить на этот, умножить на этот делить на этот. Так вот, они попросили доказать, что это равно единице. А реакция была мгновенная. На полной синтезе. Она ответила так. Ну все легко. Приводим к общему знаменателю. Получится следующее выражение. А, Z, V, X, C, Y. А внизу. А, Z, V, X, C, Y, A. Ну что, пашки скачать. Все замечательно. Все замечательно. Ребята, вот, к сожалению, здесь буквы использованы совсем узком смысле. И, что называется, давайте без этого. Кстати, я надеюсь, что мы с вами докажем. Я не сделаю, что написал там. Но это у нас очень успоко. Это такая мечта. А пока бы нам разобраться с медианой. Почему медиана делит треугольник на две части одинаковых точек? Из предыдущего это очевидно следует, господарю. Совсем очевидно. Да. Потому что X это середина отрезка ВС. Да. А это мужчина. Да. То есть, если отрезок, то будет две равные. Почему будут две равные? Потому что X это середина отрезка ВС, а высота у этих треугольников одинаковая. Молодец. Конечно. Дело в том, что высота треугольника A, V, X будет плюс эти точки A. И высота треугольника A, C, X это один и тот же отрезок. То есть, я провожу перпендикуляр. То есть, точки A я провожу перпендикуляр на всю прямую. Давайте это запишем аккуратно. Хотя мне кажется, что, наверное, это не так понял. Итак, что же такое площадь A, V, X? Это отрезок B, X в длиной. Он может на высоту проведенную с площадью A, я делаю на два. А что такое площадь A, C, X? Это отрезок C, X умножить, длина, умножить на H и тоже разделить на два. Так вот, господа, поскольку B, X и C, X это одно и то же, то мы решили эту задачу. Я просто это не покажу в своем курсе, а я сейчас расскажу для того, чтобы вам будет интереснее его слушать. Господа, а вот давайте-ка мы докажем, что если в треугольнике проведена медиана, то можно этот треугольник разрезать на две части, из которых удастся сложить этот. Не просто у них одинаковые площадь, как мы только что говорили, а они равносоставлены. Причем не просто равносоставлены, а на два пуска. Треугольник A, B, X разрезать на две части и из этих частей сложить треугольник A, C, X. Чтобы его точки располагались в посередине, да? Это когда-то висит треугольник. Ну хорошо, как-то висит треугольник. То есть взяли в кулу, выставили в баланс. Замечательно. Программировали, вот это что мы выгравили в архивной сборке. Хорошо, а как вы из этих двух 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 делаете это? Сюда и вставляете. Немравильно. Немравильно, если часть будет вошла в какое-то разделение. Тоже какое-то линия, она должна быть разделена. Ну, тут вы считаете, так же. Я вот это взрываю, что это взрывово. Дорисуйте перед взрывовыми группами и будет справа. Вот сюда можно встать, да? Отлично. Для того, чтобы он стал... Как вы это вам сказали, чтобы я не видел? Вот он повернулся, был совершен? А где там вот такой угол? Вам нужно, чтобы он в точности туда встал. Почему вы уверены, что вот этот угол кражет этому? Или вы как-то идете? Вы берете вот этот угол, сюда откладываете. Замечательно. Замечательно. А почему этот отрезок мы в точности не имеем? Мы не доказали. Замечательно. 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 Вы отказались от идеи писектрисы. И говорите, что надо взять вот эту сторону и разделить пополам. И так, идея такая, чтобы эти три отрезка были равны. Здесь у меня точка В, здесь точка Х, здесь точка С, здесь точка А. Замечательно. Эту точку давайте обозначим С. Это середина отрезка АВ. И провожу медиатор. Хорошо. Тут так. Тут что? Тут так вот. Ага. То есть надо взять какую-то точку Y, чтобы было вот так, да? И провели, провели. Дальше. Я считаю, что он этот, который выводит. Ага. Вы хотите сказать, что его надо помещать сюда. Так, в Оверсете? Вовторите, пожалуйста. Все нарисуете себе в текаре эту картинку. Дело в том, что правильно. Действительно, если из точки Х провести отрезки Z, X и X, Y, то у нас возникнут средние линии. Вообще, народ, вы слышали слово средние линии угольных? Вот если у вас есть абсолютно любой угольник, если у вас есть совершенно любой угольник, то вы можете, если у вас есть любой треугольник, и вы сторону делите пополам, это или это, то в таком случае вот этот блокотрезок будет в точности равен половине вот этого. Другими словами, если в любом треугольнике провести средние линии, то решение будет заказаться. Продолжение следует... Продолжение следует...